Ну что, друзья, мы продолжаем. Давайте сейчас встретим удивительную, уникальную, невероятную, просто потрясающе харизматичную девушку, которая сейчас вместе с нами будет обсуждать актуальные новости. Встречайте, Монро! Здравствуйте, я Монро. Я Вадим. А, это вы тот Вадик из Житомира, да? Откуда вы? Мы повзрослели. Здравствуйте. Ой, Наташенька. Прекрасно выглядите. Эти глаза напротив. Кто не знает Сашу, Сашу знают все. Я просто немножечко в шоке. Я уже боюсь. Прекратите, прекратите. Вы, так поняла, муж мамы Рики, да? О, Боже. Вот поэтому вы здесь. Все, давайте веселиться. Монро! Монро, разреши. Мне не все равно, с кем ты пьешь вино. Ты думаешь, эта песня про тебя, да? Да. У меня вопрос. Откуда ты знаешь Вадика? Вы знаете, мои первые гастроли 19 с половиной лет назад к нам на Борщаговку подвезли ботекс. Состоялись в Житомире. И знаете, вот по цену принесли корзину гвоздик. Это был Вадик. Это был Вадик. Нет, это был другой Вадик, просто похож на вас. Монро, я прошу прощения, но это чисто, это вранье. Это вранье, потому что 19 лет назад, когда вам было 3 года, вы не могли ездить и гастролизировать. Он подлизнул, засчитывается. Понятно, на что мама Рика повелась, да? Ну, конечно. Может, пока вы тут? Да, я не ухожу, прекратите. И пока вы будем, и пока я тут. Я хочу вас спросить, что вы такая людина раскручена в интернете, все. И как называется это, когда там в интернете людину показывают? Видео-влог. Влог. Влог, блог, да. Да, видеовлог. Я хочу запустить бьюти-влог. Да, прекрасная идея. С чего почать? Значит так, сначала мы меняем брови. Такие уже никто не носит. Что, вы киды? Нет, мы их просто тюнингуем. Что нужно сделать? Что такие тюнингуем? Тюнингуем. Как это? Их нужно прокрасить, проредить, придать форму. Вы понимаете, человек, неважно кто он, мужчина, женщина, Монро, без бровей эффектных, пушистых, таких вот, знаете, лощеных, как хвостику норки, ну не может начинать видеоблог, бьюти. По поводу Вадика тут как бы история простая. Человек тело запустил, что он влог запустить не может. Ну прекратите, сейчас время бодипозитива. Бодипозитива? Раз уж мы уже обсудили Вадика, давай всех тоже обсудим. Конечно. Например, давай обратим внимание на Сергея. Что Сереже нужно поменять? По поводу одежды. Что скажешь? Ну, ребят. Это пи***. Спасибо. Я бы все это выкинула, сожгла и просто посадила бы его в топлисе, потому что у него шикарные татуировки. То есть у меня все хорошо. Сереже понятно, спасибо большое. Я, что мне поменять, Монро? Слушай, я вас ненавижу. У вас так все совершенно, что иногда вот я включаю телевизор. И тошнит, да? Вижу вас, да, и хочется, хочется его разбить. Потому что таких вот тварей красивых, ну нельзя показывать рядом. Вот садись с нами. Уникально. Вот вроде сделала комплимент, но чуть-чуть как-то видно стало. Ну скажи, как у яйца вот у кота, которые вылизаны. Вот так вот и вы выглядите. Это лучший комплимент в моей жизни, Монро. Спасибо большое. Что надо поменять Наташе? Наташе нужно быть немножко более активной в компании мужчин. Потому что я смотрела первый выпуск, а вы просто ее задавили. Боже мой, святая женщина, святая. Да, хочется, знаете, вот так вот раз чашкой. Что чашка? С тулыпельку, л***о. Ты говоришь свою. Монро, ну и мы не можем с тобой не обсудить самую актуальную новость, которая сейчас везде. Это предвыборная гонка. Мы выбираем президента. Сейчас в политику идут не только политики, но и даже звезды шоу-бизнеса. Да, да, да. Ты, например, не думала податься в кандидаты? Мне было бы интересно посмотреть на твои предвыборные ролики. А вот смотрите, они уже готовы. Есть? Конечно, премьера только в программе «Без паники». Мурмяу, мои котята. Я, Монро, иду в президенты Украины. Почему? Во-первых, если в Акарчуку и Зеленскому можно, то мне никто не запретит. Ну а во-вторых, у каждого слуги народа должна быть своя госпожа. Я честна и открыта с вами. У меня пять кушек. И ни одной в Липецке. Я спортивный кандидат. Я каждое утро бегаю и занимаюсь йогой. Поэтому я точно знаю, как поднять Украину с колен и поставить ее на мост. Если я стану президентом Украины, то мы войдем в историю, как первая страна, в которой президент и первая леди один человек. Все государственные тайны будут в безопасности, так как я всю жизнь храню свой маленький секретик. Ну и, конечно, транш МВФ не придется возвращать, потому что требовать у женщины подарки обратно стыдно. Весной сделай свой правильный выбор. Слушай, но это очень радикально. Да у меня ряха не влазит в кадр. Кранозручно что-то с этим делать. Но подожди, это же первый пункт кандидата в президенты. Ты его выполнила. Мандро, мы обсуждаем новости, поэтому хотим с тобой тоже обсудить одну очень интересную новость, которая пришла к нам из Харькова. Это ограбление века, я бы так сказал. Значит, цитирую заголовок. Красит волосы, избегает. В Харькове ищут расхитительницу салонов красоты. Значит, 22 января из салона сбежала клиентка с окрашенной головой. Пришла она с шестилетней дочкой и мужем. Попросила покрасить корни и подстричь челку. Девочки подстригли кончики волос. Мужчина заплатил за дочь, и они ушли в машину ждать. Когда женщине нанесли на голову краску и ей резко захотелось курить, вышла она из салона и больше никто ее не видел. Два варианта. Либо же она что-то такое увидела в зеркале, перепугалась и убежала. То есть стресс, реально. Мне когда-то покрасили волосы. Я просто плакала слезами размером вот-вот-вот-вот. Свои бриллианты. Серьезно, хотелось просто скрыться. Я прекрасно понимаю эту женщину. Ну, а другой вариант, конечно, у нее биополярка. Мать, подтверди. Да, подтверждаю. Это бриллианты. Наташа услышала только то, что ей нужно услышать, да? Мне кажется, что вот эта женщина, это достойная первая леди для кандидата в президенты Игоря Шевченко. Он тырит шапки, она краску для волос, понимаете? Слушайте, я знаете, что по поводу вот этой женщины хотел бы сказать? Вот такую даму домой к себе не особо хочется приглашать. Че? А то она придет такая, скажет, слушайте, я пойду перекурю и подмышкой плазму держу. Я говорю, я буквально одну сигарету. А вы представляете себе следующего посетителя, который приходит в этот салон, его пристегивают наручниками, ноги, все, в кандалы. И пускают сток. И он в шоке, вообще не понимает, что происходит. Где там сигареты? Ну, достай сюда их. Я зараз начинаю разуметь, чего именно так происходит. Она прибегает с цей украской, тут какие-то гребенцы торчат. Тут все, она вот, прибегает, ци полотенца все окажет. А теперь, дому же, заметил, что я покрасилась? Ну да. Давайте на этой позитивной версии мы и закончим. Спасибо.